Итак, в Азербайджане сегодня стартовали внеочередные парламентские выборы. О том, как будет проходить избирательный процесс, мы поговорим с гостем нашей студии, представителем Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ильхамом Мамедовым. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте, спасибо. Азербайджан имеет большой опыт в проведении выборов. Как этот процесс совершенствуется и, возможно, на опыт каких стран полагается избирательный процесс в Азербайджане? Спасибо за вопрос. Вы действительно правильно подметили, за последние годы избирательный процесс в Азербайджане тоже не отстает от тех новшеств и новых общественных отношений в обществе. Вносятся определенные коррективы, вносятся определенные изменения. Хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день во всех других странах уже отмечается, как азербайджанский опыт применения веб-камер во время избирательного процесса в избирательных участках, где все желающие в онлайн-системе могут наблюдать, как проходят выборы на участках. Еще хотелось бы отметить то, что на сегодняшний день увеличение количества кандидатов тоже вносит определенные коррективы в избирательный процесс. Как вы знаете, на этих выборах у нас, в отличие от других выборов, очень большое количество кандидатов. А также хотелось бы отметить, что на этих выборах и большое количество местных и зарубежных наблюдателей. И поэтому эти тоже считаются одним из тех новшеств и одним из тех толкателей событий, которые вносят свои коррективы в избирательный процесс. Как вы знаете, сегодня с 8 часов утра уже открыты все участки. Процесс будет проходить до 19.00 часов. Наш многоуважаемый избиратель может прийти, воспользуясь случаем, приглашая всех наших избирателей на избирательные участки, чтобы проголосовать за тех кандидатов, которых они считают достойными, которые в будущем будут представлять их интересы законодательным органам Азербайджанской Республики. А как проводилась и проводится работа для обеспечения свободных и демократичных выборов? В первую очередь хочу сказать, что Центральная избирательная комиссия и ниже стоящие избирательные органы, они все функционировали все это время согласно требованиям избирательного кодекса, положению Центральной избирательной комиссии, а также согласно планам мероприятия утвержденного Центральной избирательной комиссии. И на сегодняшний день, как вы уже сами заметили и подчеркнули, все избирательные участки уже открыты, все технические оснащения уже обеспечены, нету таких каких-то мелочей, о которых можно было бы говорить, что они не осуществлены, не реализованы. Все требования законодательства и планы мероприятий на сегодняшний день осуществлены, выполнены, и причем хотелось бы сказать, что все эти мероприятия выполнены на высоком уровне, который подчеркивает как наши местные наблюдатели, так же и зарубежные наблюдатели. Вы уже отметили, но можно немного поподробнее о том, как осуществляется процесс наблюдения за выборами? Процесс наблюдения за выборами, как я уже сказал, на этих выборах отличается от предыдущих выборов тем, что здесь очень большое количество, во-первых, местных наблюдателей. Около 90 тысяч наблюдателей сейчас наблюдают на избирательных участках процесс проведения голосования. А также и очень большое количество зарубежных наблюдателей, как касающиеся по линии ОБСЕ, касающиеся по линии СНГ, а также и приглашенные Центральной избирательной комиссией и другими ведомственными органами. Поэтому для обеспечения процесса наблюдения в Азербайджане абсолютно нет никаких преград, абсолютно нет никаких запрет. Как вы знаете, средства массовой информации, согласно законодательству Азербайджанской республики, они вообще свободны в своей деятельности с целью пропагандирования избирательного процесса. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день никаких препятствий для проведения наблюдателей, наблюдения как со стороны местных наблюдателей, также и зарубежных наблюдателей у нас в Азербайджане нет. Спасибо вам большое. Вам спасибо. А я напомню о подготовке для проведения свободных и демократичных выборов в Азербайджане. Мы говорили с гостем нашей студии, представителем Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ильхамом Мамедовым.